У эфира программа «Новин регион» у студии Кристина Каранкевич. Вітаю вас глядеть у гэтым выпуском. Новая вытворчасть, новая махчымасть. И у гулузским лесгасе почали пусконаладку линии лесопилаванья. Могилёв – спортивный город. Великий день физичной культуры собрал больше за полторы тысячи человек. Лето скончилось разом с тепленью. По области прогнозуются моцные дожди. Новая вытворчасть, новая махчымасть. И у гулузским лесгасе зарабили пробный пуск и почали пусконаладку линии лесопилаванья. На предприемстве различывают, что и она дозволить у троя повеличить объемы вытворчасти готовой продукции. А экспортная выручка подрасти больше, чем на 200 тысяч долларов. С ходом реализации инвестпроекта ознайомились министр лесной господарки Михаил Амельянович и старшиня Могилевского облаконкама Владимир Доманевский. Инвестиционный проект по обладательству нового цеха древаопрацовки «Гулузский лесгас» реализовал за кошту властных ресурсов. Подтримку оказал инновационный фонд Министерства лесной господарки. Весь проект оценивается у 2 миллиона рублей. Могутность сучасного обсталявания дозволяя переопрацовывать до 4 тысяч кубометров дровнины в месяц и отрымливать образные пиломатериалы. Это безотходная вытворчость. Поступающие лесоматериалы будут перерабатываться на образные пиломатериалы. Отходы для обработки, такие как горбыль, будут далее перерабатываться в щепу. И также пилки будут отдельно отделяться и в дальнейшем реализовываться на экспорт либо на внутренний рынок. После запуску новой линии у лесгасе планует у три раза повеличить объемы вытворчасти и экспортную выручку больше, чем на 200 тысяч долларов. Для Хлудска района, как и для всех районов, конечно, это инвестиции в район, это занятость населения, это более глубокая переработка древесины, добавленная стоимость реализации пиломатериалов, ну и, соответственно, увеличение объема экспорта, ну и, конечно, повышение доходности местных бюджетов. На новой вытворчости створено 10 порционных мест. На полную могутность проект повинен вывести селета у листопаде. Термин его окупности – 18 месяцев. Господарки в области приступили до закладки ураджаю 2018 года. У Аблсельгасхадчу поведомили азимые колоссовые культуры, посеяные на площади 12 тысяч гектаров, те 5% до задания. Темчасом полностью завершенный сел азимого рапсу и завершается посею еще одной олейной культуры – цвирепицы. Что до селетнего ураджаю, хлеборобы намолотили 1 165 тысяч тонн сбожжа и начали уборку проса и гречки. В Климовицком районе у вынеку дорожно-транспортного здоровья загинул россиянин. Как поведомили у Держа-Аутоинспекции, он рухался на автомобиле «Сан-Ёнг» по автодорозе остров Склимин. Не выбрал бесспешную худкость руху и не справился с кированием. Машина съехала у кювета и перекулилась. 46-годовый водитель загинул на месте. Техничный и санитарный стан. Выканание правилу перевозки пассажиров на увазе транспортной инспекции школьной автобусы. В области почался специальный комплекс мероприемства. Он протягнется до 12 вересня. За этот час супрацовники инспекции плануют проверить усе школьные автобусы. Заехать у некольких вёсок из-за четырех рейсов по 200 до школы у всех в Учне. У водителя автобуса, який замоцеван из-за Кадинской средней школы, простой вот неколи. Спыняется только для проверки. Пучёвочку дайте. И я его. Хорошо, хорошо. Вы не нарушайте. Мы проверим пучёвочку и поедете сразу. Так, пучёвочку, страховочку, техосмотр. Такие проверки в Пошатку Вересня традиционные. Их мета – створить беспечные умовы для детей, кажут специалисты. Тому под контроль трапляет кожный школьный автобус. Здравствуйте, водитель. Транспортная инспекция. Сейчас проводится комплекс мероприятий «Школьный автобус». Поэтому цель нашего контроля – это предупреждение. Автобус прошёл тыха гляд. Тут, як и потребно, две аптечки, два вогнетушителя и супрацяткатные упоры. Однако проверяющих не задоволю санитарный стан автобуса. Ну, это же не дело. Некрасиво делать вам замечания, но это не дело. Инспектор записывая гэты факт у акт проверки. Однако подчас рейду выявили и больш значное порушение. Оказалось, автобус Винянской школы выехал на линию без тыха гляда. Без техосмотра чего выпустили автобус? Это же денежки. Я не знаю денежки. Это безопасность людей. Сегодня четвёртое число. Ну чего? Сегодня четвёртого. Вы первого ездили, сегодня четвёртого. Дальше что? А как я в субботу или воскресенье техосмотр продюжу? Я не знаю. По слову инспектора, у гэда грубая порушение правил дорожного руху. Кто виноват в том, что автобус не прошёл техосмотр? В принципе, кто виноват? В вторник будет открыто ГАИ, я пройду техосмотр. Вопросов никаких не будет. Дальше у вас руководитель, разбирайтесь с ним. Работало бы сегодня, прошли бы сегодня. Всё, приходите у транспорта, будем разбираться. Документы ваши давайте. Какие документы? Техпаспорт, водительская. Я же вам показывал. Ну сейчас мы будем писать акт. Ему нельзя участвовать в дорожном движении. Вот руководители пускай разбираются, как довели до того, что 4 числа, 4 сентября нет технического осмотра. У рейс автобус далей не пойдет, кажут инспекторы. Зараз для его один маршрут на станцию диагностики. Наталья Ильинч, Александр Тарасов, Новинир Геона. Больше за полторы тысячи человек собрал третий великий день физической культуры в Могилеве. Организаторы телерадио-компания «Могилев» и «Могилевский гарвыконкам» сделали всё, как каждый, кто заветал на свято на Набережную Дубровенке, не сумовал. И это на думку гостей свято отрималось. Спартиевная арена под открытым небом. Миновата так выглядала Набережная Дубровенка в Могилеве в субботу. Разностайная шоу-программа, конкурсы и цікавые гости. Сёлиты могилевчан знайомили с молодыми спортивными талентами. Сярод их – дзюдаист Рыгор Клепча. 20 лет мне побывал я в очень много стран. Хорватия, Бенгрия, Чехия, Польша. Уже много стран, короче. За что вот эту тебе медаль дали? Чемпионат мира по дзюдо в Абудабе. По спортивному свой день на роджении 20 год у эфиры отзначила первая региональная радиостанция Беларуси – Радио Могилев. До этого яны организовали в социальных сетках для своих слухачев конкурсы, а переможцев узнагородили подчас спортивного дня. З нагоды юбилея на пляце у цей свято организовали незвычайный спортивный флешмоб. Первый раз мы молодцы, что же видно, физкультура в школе дает о себе знать. Все выдержали это испытание, никто не съезд. Посмотрев, как все прыгали на батутах, как подтягивались, как стояли в планке, так что настоящие спортсмены говорили, что это просто рекорды. Все втянулись и показали, что да, Могилев – спортивный город. Традиционно Великий день физической культуры ладится на початку осени. У ГЭТ и сейчас спортивные секции Могилева распочинают новый набор. На спортивном святое яны организовали воркаут-пляцовки, где каждый, ожидающий, мог попробовать свои силы. И, если вид спорта сподобается, записаться в секцию. Чем бы хотели, чтобы ребенок занимался? Плавание, гимнастика, может быть. Может быть, какая-то атлетика, легкая атлетика. Мы ходим уже в шахматы два года уже. Это интересно? Да. Я считаю, что каждый человек должен спортом заниматься. Хотя бы просто для саморазвития. Чтобы быть в форме, поддерживать фигуру. Об этом рассказали инструкторы лепших фитнес-клубов города. Что год на спортивном святое яны представляют свои программы. Третий Великий день физической культуры стал самым масштабным и выходит за Межимы Гелева и в области. Приезжают ребята и друзья из Минска, из других городов. Поэтому, я думаю, что мы сделаем еще что-то интересное. Но обязательно здесь, на этом месте, хотя оно становится уже нам немножко маловато. Но оно так любимо нашими могилевчанами. Великий день физической культуры обязает вернуться в наступном годе. Алена Соловьева, Миколай Соболев. Новины региона. У Могилеве за аншлагом пройшла премьера мультфильма «Маленький принц». Причим, сучасный мультик огученный по белорусскому. Проект у белорусские уикенди «Амаль Гот», однако у першиню его засновальники завітали у регион. У Могилеве, как и у Гродни, зала была полная. «Маленький принц» – французский мультфильм, снятый по мотивах сусветной вядомой казки экзоперы. Премьера мультика отбылась два годы тому на Каннском кинофестивале. Стушка на девятом месте у свете, як самое касовое лялечное кино. У Белоруссии у проката оно вышло народной мове. Судность проекта в том, что это сусветное кино, классное, доброе кино, которое, может быть, не было зауважено русскими прокатчиками по русскому. Вось, например, «Маленький принц» не был в регионах. Это премьера, хоть это мультик 2014 года, а это мультфильмы, фильмы, которые мы любим. Это якосная профессийная гучка на белорусскую мову. Это фишка доброе кино по белорусскому. По словам заснованника проекта, инициатива оказалась западрабованной не только у Минску, а и у регионах. Для нас это правда подарунок, потому что не так часто мы гучим мультики. Мы основным гучим некие дорослые фильмы, а тут таких шерых колеров, когда ты можешь показать разные характеры своего голоса и актерской профессии. Заснованники проекта пераклали на белорусскую мову литературную першекрыницу «Маленького принца». Книги поступить у школьной библиотеки. Татьяна Сергеевич, Виталь Алексеенко, «Новины региона». Сустрелялися сказочными персонажами и примерили форму вратовальников. Так забавлялися маленькие могилючане на детячем святе с нагодой Дня Ведау. Сотни малых и их батьков собрались у скверы на бульвары непокоранных, как весело сустреть новый научальный год. На святе побывал наш корреспондент Илья Соболев. Обвожу под своей рукой и обратно сюда вывожу. Итак, у меня что получается? Красивый узел? Попробуем. Тут становятся саправдными туристами. Поколь одни малые учатся вязать узлы, иншие лихо покарают вяровочных городок. С усими непростыми заданиями хлопцы и девчинки справились навыдатно. Мне помогали иногда, было очень весело. И думаю, что я научилась и в будущем я смогу завязать эти узлы. Мне понравилось по канатам лазить, но только я не достаю, потому что слишком маленькая. С концертом на головной сцене выступили детячие, творческие коллективы города. Гости свято сплевали, таншили, малевали и удельничали у конкурсов. Самые отважные навод поспробовались обе у роли воротовальников. Удобно. И не жарко. А в пожарной машине уже был? Да. И что ты там увидел? Расскажи, что понравилось. Я увидел все, что есть у пожарников. Очень тяжелое. Еще здесь очень прикольное представление. И здесь можно везде полазить. Ну ты как девочка, как считаешь? Модная она? Модная. Мне очень нравится. Хочется, чтобы дети вместе с родителями отдохнули, набрались сил перед новым учебным годом и вперед к новым знаниям. Организаторы свята упевнены. Кали новый навучальный год хлопчики и девчонки с устрелей весело, то и заведоми в школу будут ходить с добрым настроем. Илья Соболев, Виталь Аляксеенко, Новинрегиона. Моцные дожды и навальницы прогнозуют синоптыки у ночи и ранницы 5 вересня на большей части территории в области. Разом с опадками пройдет и истотное похолодание. Хотя у облгидрометки говорить, ничего дивного у вересня бывает такое надворье. И еще мягчимо будет тепло. Надворье на этом тыдне будет вызначать циклон, который несет похолодание и опадки. Так у ауторок опадки будут мощными. У вынику ночные и наводзенные температуры прогнозуются у межах 14 и 16 со знаком плюс. Шостыха вересня по в области у день часом опадки. У четвер и пятницу опадки короткочасовые. Температурный фон особливо не изменится. А вось на выходные прогноз обнадеевая. У субботу первоважно без опадков и на реште станет теплей. Плюс 16, 21. А у недели чекается до 24, выше и за нуль. На полдни навод до 26. Так что шанс погреться у вересняутских променях солнца у нас есть. Рамесники Могилюшчины экспонуют на выставах новый вид сувениров. Сярод новинок, льняные дорожки и навод диваны, які упрыгожены соломкой. Майстры рассказывают, что такие речи у минулой астагодзе были популярны у селянских хатах. И вось рамесники адрадзели гэтый вид декоративно-пракладной творчасти. Подрабязности у Татьяны Сергейчик. Композиции с кветок живелы. Звычайный селянский мотив. Сёня наводца стражилу. Мало хто узгадая вось такие диваны. Мешковина инкрустована соломкой. А неколи гэта было сапраудным упрыгоживанием хаты. Все ковры выполнены по старинной технологии. Ну, у нас они маленькие где-то, чтобы удобно было их перевозить по выставкам, по ярмаркам. Но в старину были ковры даже где-то 2 на 3, 3 с половиной. Гэтую технологию адшукал и адрадзела рамесник Згулского района Софья Месник. По словах специалистов областного центра творчасти, яна адзіная у Могилевской в области авалодала гэтым стародавним майстерством. А кроме диванов, по такой же технологии робить дорожки, ті рушники, упрыгоживання для столов. Она делает вот такие рушники. Вот у неё коллекция таких рушников. Это уже современная мешковина, да, и вот она вот так вот её красиво оформляет, как и подарочные сувениры. Пришим такими сувенирами особливо цікавятся замежные гости. Дареши фарбы на соломку майстрица робить так само по стародавнему рецепту – зраслин. Тетяна Сергійчик, Миколай Соболёв. Новини региона. Усі новини про життё Могилевской в області на сайті tvrmogilov.by. Ну а я з вами развітвуюся. До зустрічі. Т mostra. Продолжение следует... . Продолжение следует...